Добрый вечер, друзья! Привет-привет! Вот, решила попробовать вот таким образом с вами сегодня порчаться, ответить на ваши вопросы. Для меня это впервые. Я в таком прямом эфире участвую. Впервые. Поэтому вы особо не ругайтесь, не кричите, если я на подкашу где-нибудь. Ну, думаю, что все будет классно. Сейчас открою, посмотрю ваши вопросы. Приятно, что у вас всегда много, и продолжается их задавать. Поэтому, чтобы особого сегодня в первый раз не грузить, я отвечу буквально на несколько. И обязательно будем практиковать какие-либо выходы в эфир, чтобы все-таки я смогла ответить на все-все-все вопросы. Ну, и тому же классно, что здесь, в таком формате, я не ограничена во времени. Поэтому, не только 30 секунд или 15, я могу отвечать на ваши интересные вопросы, но и значительно дольше развернуты. Ну что, скоро будем начинать. Как там слышно меня? Кто-нибудь может мне ответить? Потому что вижу, что есть по этому поводу какие-то замечания. А сейчас слышно меня? Я вот могу говорить громко. Плохо слышно, все равно. Ну, тогда я буду говорить очень громко, друзья. Чтобы вам точно было слышно. Только вы тоже проверьте, как там у вас на динамике, звук на максимуме или нет. Нужен микрофон. Ну, в следующий раз обязательно сделаем с микрофоном. Да, я уже говорю, что это первый раз, первый выпуск. Даша, очень сложно что-либо услышать. Ну, я буду стараться говорить четко, внятно, медленно и громко. Я даже сяду вот такую поближе, чтобы у меня точно могли... Если не услышать, то хотя бы разглядеть. Кстати, добрый день. Да, добрый день. Ну что, друзья, начинаем. Открываю ваши вопросы. Так. И отвечаю на несколько интересных. Итак. Добрый день, Даша. Роль жены тренера сборной отличается от роли жены тренера клуба РПЛ? Мне, на самом деле, тяжело пока судить, потому что в роли тренера клуба РПЛ я была 3,5 года. Ну да, чуть меньше. А все-таки в роли жены тренера только начинаю. Еще ни одного матча не сыграно. Поэтому полноты картины для меня пока что нет. Но точно могу сказать, что разница в том, что давление гораздо больше, внимание гораздо больше. Пока, наверное, разница только в этом. А так все то же самое. Очень волнительно, много стресса, очень много работы у мужа, поэтому очень много всего остального на мне. Вот. А дальше, надеюсь, что где-то через несколько месяцев я уже на этот вопрос смогу вам ответить более многогранно и с разных точек зрения, с разных сторон. Какой футбольный матч из других лиг хотели бы посетить? Вы знаете, я вообще с детства люблю футбол, с детства в футболе. У меня папа детский, юношеский тренер, поэтому я даже посещала многие матчи в Эстонии. Я, в принципе, люблю смотреть футбол. И, естественно, на стадионе, потому что это классная атмосфера. Конечно, хотелось бы побывать в Англии на каких-нибудь таких серьезных матчах. В Италии, в Испании обязательно. Очень хотелось бы съездить на Camp Nou, например. Тем более, что я была в Барселоне, но не была на стадионе. Так что, в принципе, любой европейский матч, Германия, опять же, Барусия, ну, все что угодно. Очень интересно для меня, как для человека, который любит футбол. Какое любимое блюдо у Валерия Георгиевича? Ну, Валерий Георгиевич любит кухню попроще, скажем так. Не ест морепродукты и вообще все, что странно выглядит, странной консистенции, странного цвета для него. Поэтому мясо, очень любят мои котлеты, любят супы, любят жареную картошку. Я, правда, редко это делаю, но очень вкусно. Причем, кстати, все говорят, что очень вкусно, не только Валерий Георгиевич. А, еще очень любят мои сырники. Те, кто давно на меня подписан, наверное, помнят, я даже выставляла рецепт, снимала в прямом, нет, не прямом уфе, а в сторис, как я их делаю, вот, мои, как я их называю, ленивые сырники. Даша, так, какой ваш любимый город в России или место? Ну, естественно, Ростов-на-Дону. Мы уже долго здесь живем, нам очень нравится этот город, и уже неоднократно я рассказывала почему. Потому что здесь тепло во всех смыслах этого слова, не только в климатическом плане, но и в плане отношений людей к нам, людей друг к другу. Но еще я очень люблю с детства Санкт-Петербург. Это прям вот город, очень близкий мне по духу. Так, и очень близкий к Эстонии. Нравится ли вам время наедине с собой, чем любите заниматься в такие моменты? Конечно, нравится. На самом деле, у меня бывает его очень мало, потому что помимо мужа у меня еще трое дочерей. И, конечно же, редко я бываю одна. В эти моменты я читаю или просто могу послушать аудиокнигу, или просто о чем-то подумать и помечтать. Но, опять же, так как это бывает редко, иногда даже могу поспать в этот момент. Так, как вам погодка в Ростове? Ну, в целом, мне очень нравится погода в Ростове, но последние дни что-то не по-ростовски, а очень по-эстонски. Так, сколько дней в году Карпин бывает дома? Да, достаточно много на самом деле. Потому что, в принципе, пока он был тренером Ростова, его не было только по выходным, а по будням, дни тренировок он, конечно, бывал дома. Другой вопрос, что у тренера очень много работы дома. Очень много. И сейчас, в качестве главного тренера сборной России, у него как раз основная работа дома. У него оборудован специальный кабинет, он смотрит все матчи со своими помощниками, они все это обсуждают. Ну, мы туда не заходим, естественно. Вот, поэтому не знают, что они там делают, но они прямо вот с утра и практически до вечера оттуда не выходят. То есть, папа, он фактически у нас дома, физически точнее, но так, по сути, его нет. Так. Как с тремя детьми вам удается быть такой красивой и успешной? Спасибо большое за комплимент. На самом деле, я абсолютно уверена, что это все вопрос мотивации, а не количество детей. Потому что я считаю, что я сейчас выгляжу лучше, чем я выглядела после первого ребенка и после двух, да. Просто сила воли, желание, желание правильно питаться, заниматься спортом, ухаживать за собой. И для этого и найдется время. Вот. И я, причем, говорю даже не только про себя, я говорю про многих своих подруг, которые еще при этом с утра до вечера на работе. Опять же, вопрос, желание. Но еще раз повторюсь, спасибо за комплимент. Так, 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 так. Сколько вы работали в школе? Видела в комментах, какая-то писала, что вы врете. Друзья, очень забавный вопрос. Мне даже приятно, что профессия учителя, это профессия, о которой можно соврать. Ну, то есть, не то, что я была моделью, я была кинозвездой, я была певицей, а я была учительницей. Хотите, верьте, хотите, нет. Забавно, конечно, ну да, я работала в школе, работала 6 лет. Это только в школе. До этого я преподавала на курсах для взрослых. Обучала и медиков, и строителей, и английскому языку, и эстонскому языку. В школе, да, я проработала 6 лет. За последние 3 года выпустила даже класс. То есть, была классным руководителем. Взяла их в 10 классе, в Эстонии 12 лет, и в 12 выпустила. И выпустила их, и выпустилась, скажем так, сама уехала как раз в Ростов. И так, дальше. Даша, почти ничего не слышно в трансляции. Ну, так, смотрю, здесь тоже используется наушник. Ну, друзья, опять же, да, это вот в таком тестовом режиме. Все это я сейчас провожу первый раз, поэтому в следующий обещаю, что у меня будет еще лучше слышно, еще лучше видно и так далее. Поэтому сегодня мы просто вот так вот немножко протестируем, скажем так. Так, следующий вопрос. Чем занимаются ваши дети и занимаются ли чем-то? Да, старшая занимается плаванием, стрельбой. Средняя, пока мы пытались начать заниматься танцами, но у нас там были проблемы с дисциплиной. Она все-таки была еще маленькая. Мы сходили буквально на несколько занятий, и она то баловалась, то плакала. Опять же, те из вас, кто на нас подписаны, на нас, да, потому что я сейчас так говорю, как еще и как будто дети, они тоже в моем все-таки инстаграме. Вот, видели многие, что Даша у нас достаточно девушка эмоциональная, такая веселая, и, конечно, ей было тяжело понять, что здесь надо что-то там делать, слушать педагога, нельзя баловаться, нельзя бегать. Потом она даже плакала в какой-то момент. И поэтому мы с тренером по танцам решили, что чуть-чуть надо подождать. И вот сейчас ей 4 сентября исполнится 3 года, и мы, конечно же, попробуем еще раз, потому что она очень музыкальная, очень она любит петь. Я тоже часто это выставляю в инстаграме, поэтому я думаю, что у нас должно получиться, но немножечко позже. У вас 3 девчонки, похожи ли они характером друг на друга? На самом деле, не сказала бы, даже маленькие, несмотря на то, что у них маленькая разница, они маленькие, но уже видно, что они абсолютно разные к характеру. Они-то более спокойные, уравновешенные, но такая нежная и ранимая. Даша, она веселая, она такая любит побаловаться, побегать, пошуметь, но при этом очень ласковая и трепетная. Она нас всех целует, и девочек, и обожает папу, и всегда говорит какие-то ласковые слова, всегда признается в любви, то есть очень такая нежная тоже. А вот самая маленькая Саша, самая с характером, скажем так, потому что, несмотря на то, что она маленькая, она уже пытается гнуть свою линию, пытается настаивать на своем и даже скандалить. Так, вот вижу, что слышно, люди, делайте громче, и будет вам счастье. Да, пожалуйста, посмотрите, я вот изо всех сил стараюсь тут прям горлопанить, но посмотрите, пожалуйста, что там у вас с динамиком. Может быть, просто можно сделать погромче, потому что тогда, конечно, будет удобнее. Вот. Так что вот так. Ну, буквально, друзья, еще на парочку вопросов я отвечу, и будем прощаться. Так, следующий вопрос. Сейчас выберу какой-нибудь так случайно. Как вы познакомились с мужем? Друзья, ну, как мы познакомились с мужем, на самом деле, уже рассказывала я очень много раз, но, видимо, кто-то из моих новых подписчиков. Мы познакомились очень-очень давно, потому что мой муж на протяжении всей моей жизни был хорошим таким приятелем, можно сказать, другом моих родителей. Поэтому, да, так получилось, что мы знакомы с детства, но сразу хочу уточнить, что так, как он все это время жил в Испании или в России, мы виделись очень редко, иногда не виделись по несколько лет. То есть он виделся с моими родителями, как их друг, да, со мной не виделся, мог не видеться два года условно. Поэтому, знаете, это не друг родителей из разряда, когда каждые праздники семейные вместе, дни рождения, вместе ездить в отпуск. Нет, конечно же, нет. То есть это очень редкие встречи, но при этом ты человека знаешь всю жизнь. И именно за счет того, что это были очень редкие встречи, я к нему всегда относилась не как к дяде Валере, другу папы с мамой, а скорее просто как к мужчине. И в определенном возрасте, ну и он ко мне, соответственно, относился просто как сначала к дочке своих друзей, потом уже как к девушке, к женщине и так далее. То есть, ну и потом так получилось, что вспыхнуло между нами это прекрасное чувство. Теперь у нас прекрасные детки, и я очень счастлива, что так все получилось. Ну что, друзья, как вам поездка в Италию, что понравилось больше всего? Давайте все-таки для разнообразия я отвечу на вопрос с прямого эфира, да, не с вопросника. Тем более, что там еще много вопросов, а отвечу я еще буквально на один, успеваю, да, чтобы вас не грузить в первый же день большим роликом. Вот. Как так? Как поездка в Италию, что понравилось больше всего? Все. Я первый раз была в Италии, мне очень понравилось. Мне, в принципе, знаете, хоть я и была там всего два дня, но вот как-то ловишь сразу вот этот вот характер страны. Мне очень понравились итальянцы, они такие эмоциональные, они разговаривают, вот как я сейчас, чтобы вам было слышно. Только они там, в принципе, так разговаривают. Мне это очень все близко, потому что я абсолютно экстраверт, который любит пообщаться, любит знакомиться и так далее. Вот. Классные итальянцы, очень вкусная кухня. Хорошо, что я была только два дня, иначе пришлось бы тренироваться сутками. Если вы не видели, вчера я выставляла ролик, как мне теперь приходится сбрасывать пасты и мороженое. Вот. И, конечно, очень красивая архитектура. Правда, была я только в Милане и буквально полдня в Бергаму. Но даже Бергаму очень такой с итальянским характером городок, очень красивый. Вот. Поэтому обязательно в следующий раз поеду уже. Хочу съездить в Рим, хочу съездить в Венецию. И тем, кто думает об этой поездке, о такой поездке, да, мечтает, обязательно съездите. Я вот, правда, все всегда удивлялись, даже в Инстаграме, когда мы с подписчиками этот вопрос обсуждаем, что я очень много где была за свою жизнь в разных странах. Но именно в Италии до сих пор не была. И очень жалею, что уже можно было очень много там мест посетить. Поэтому это просто супер страна. Обязательно рекомендую, если у вас будет возможность, обязательно туда съездить. Ну что, дорогие мои, сейчас надо попрощаться все-таки нам, потому что, сами понимаете, у меня там сейчас внизу папа в няньках с тремя детьми. Надо мне уже бежать. Вас всех люблю, благодарю за то, что вы сегодня нашли время задать вопросы, посмотреть ответы. Обязательно будем такую историю практиковать. Будем выходить в эфир и отвечать на ваши вопросы. Всех люблю, всем хорошего дня. Спасибо.